Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1523. События дня. 1 Тимофея 3.16. И беспрекословно. В великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 12 февраля 2020 года. И вот обращение. Помочь купить комбайнов, Игорю. Вот данные о нем и фильмы. Пытаюсь эти ролики, чтобы люди верили, что это действительно так. Помаленьку, кто сколько может. Помогли бы ему. Ну, дальше. Прелюбодеев. Большой соблазн. И все это об этом. Разведенные мужики, как только этой темой коснутся, женщины тоже в этом тонут. И вот они долбят и долбят. И рассуждения такие тягомотные. Да не женился, и все. Зачем тебе это? Вся жизнь испорченная. Вот Сутармин, я гляжу, Калиников. Все тут, вот Сергей у нас. Этой темы не могут никак. Ну, развелись, да развелись, живи теперь. Постом, молитвой, глуши все. Иди на благовестие, проповедь Евангелия. Вот какой-то Иван пишет. Благодарю Бога за то, что на моем веку хоть какое-то имею общение с вами. Ну, вот так. Комментарий. Получен ответ. Евгений Денисевич. Это речь идет не о просто такой вопрос, а привела она с моих материалов, когда я говорю об Ярлой Николаевиче Пести. Вот послушайте теперь, смотрите. вот так... 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 и... Вот я ему говорил, как так? Один вопрос всегда. При таком знании и содержании Святой Библии он никогда не говорит об истинности Христовой Церкви. Где она? Не говорит об истинности рукоположения, о непременной непрерывности от апостолов Хератонии. Почему? Иближу, вот он всегда бритый, уже в 80 лет бритый. Ну зачем? И в галстюке в этом масонском. Зачем? Как везде рисуют удавка, аксессуар 20 века. И показывает аксессуар, цепь на шеи рабов там какого-то 18 века или это. А это один и тот же враг ловит на это. Почему? Он никогда и на одно почему бы ни мне не отвечал. Я ему книгу подарил для освобожения Туз. Он весьма одобрил ее. И в переписке нашей он никогда даже не пытался ответить на этот сакральный вопрос, уничтожающий слова конфессия, динаминация, которыми скрывает только одно слово – ересь. В 38 томах у меня имя Ярла Пести упоминается в 89 раз. Ну и вот как мне приговор приносили, вывели здесь. Я все это пишу, а вот тут взяли и теперь перепечатали. Вот в обвинениях у меня стояла пропаде Рогозина Павла Иосифовича, Ярла Николаевича Пести. Я не скрываю, я люблю его. И после богослужения православного в трапезной мы его слушали первое время. Сейчас как-то не стали. Просто торопятся домой. Жена у него писала, та еще, наверное, пирка, как ее зовут. Жена пишет, мы считались со слезами. То есть близко было. Я не скрою того, что, не скрываю, я сторонник, любитель слушать проповедь Ярла Пести. И считаю лучшим проповедником из всех, каких я знаю. Я в поезде включил проповедь Ярла Пести. И человек слушал и говорит. Вот что он говорит, я в это не верю. Но что он верующий, в это я поверил. Важное такое. Какие слова, какой напор, какой огонь. Нужно не просто сказать, а так, чтобы люди почувствовали осязаемость истины. Да, мы идем за Богом. В неверии вашем вы умрете. Ищите Бога, пока не поздно, чтобы каждый дрогнул от евангельских слов и знал, что Господь близко, чтобы слушающие могли сказать, если уж верит, то верит вот как человек, и указали бы на тебя. Одна проповедь Чарльза Сперджина или Ярла Пести перетянет все академии, все мидроши православных и все разорительные хаджи по святым местам. Ярл Пести проповедовал. Он из Златоуста Василия Великого и Жития Святых цитировал. Она пишет мне, я очень благодарен за статью. Очень, потому что я любила и люблю слушать все его проповеди. И слушать озвучку Нового Завета. Ну, а Наташа, то есть старая жена у Ярла Пести, когда та умерла, мне по-человечески жаль. Конечно, но Бог все знает лучших людей, пусть Господь ее благословит. Вот мне Баптиста тоже, видите, ему еще 80 с лишним лет, но я там 30 с чем-то был, на полвека моложе его. А так как рассматривать? Я говорю, и как? Так, историю знаете? Иосиф, который взял Деву Марию Богородицу, сколько было? Самое мало, 72, а иногда, говорит, 80. А ей сколько было? Ей было 13 лет примерно. В 14,5 лет она уже родила. Счастнейший Херувим. Ну, разница-то в 60 лет. Он не нарушил, говорю, Баптистов, я убеждаю. Ну, что-то вы говорите по делу. Прицепились. Он умер, уже нет его. Он заступиться не может. Он не нарушил никакого канона, ни православного, никакого. Да, рекомендуется, чтобы она была жена не больше, чем на 13 лет. Но это просто рекомендация. Моложе. А если духовное у них родство больше, чем плотское? Он прожил почти 15 лет с нею. Вот то, что он не отвечал, это да. А то какие ролики смотрели. Вот знал, что видеоканал нельзя было заблокировать. Можно по частям. Тогда пропадают все люди, которые у меня были в подписчиках. А это 46 тысяч. Ну, и пропадают все эти комментарии. А это много, много комментариев. Это больше, ну, ясно, больше 100 тысяч. Я прошу других, кто насчитывает, насчитывать по порядку вопросы. Перед названием папки ставьте три знака. Плюс, если там нет ничего, за что могут цепляться они и другие. Ну, то есть, жалуются в администрации. И три знака. Минус, если там есть как бы или просматривается, по вашему мнению, повод нас уграблять. Кто пишет так? Вот как раз об этом пишет. Весь контент на вкладке «Сообщество», «Комментарии» и «Ответы на записи пользователей» тоже будут удалены. Нет, значит, не надо это делать. Георгий Максимов. Вот его закрыли. Говорят, так они и меня могут? Нет, говорят, в нашем случае у нас все держится на Боге и правде. Евреям 13, 18. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Это наша крепость. Открыто во всем и честно. Это и привлекает людей в вас. Какие нарушения авторских прав у меня берут? Ну, а я-то у них ни у кого и не беру. Как? Страик? Не знаю. Отвечая никакой музыки, нигде не брал. Как она интересна. Мы пришли на крещение 19 января на ОПЕ. Там крестный ход был, митрополит в проруби освещает. А в это время рядом подкатят какую-то машину, ведь она оттуда вещает, как войну это было, в сторону врага. Сдавайтесь. И это, какие-то песни, что-то. Я отсюда записываю, вернее, не записываю, снимаю, как идет там у них богослужение на льду рядом. А в это время рядом же машина стоит, и эту музыку я у них украл. Они мне надоели этой музыкой-то. А как я украл-то ее? Или что? Вот и все. Машина проехала, мы идем в церковь. Ну, я брызгала, и отсюда вывод делается, что вы нашу грязь с улицы взяли, платите за нее. Как я могу за эту грязь платить? Вы меня опачкали, да. Так мне передачу испортили. Жалобу. Какое-то нарушение авторских прав. Было такое? Там Виталий какие-то напустил музыку или еще сколько раз просил. Убрал, наконец. Вот. Юрий Соболев пишет. У нас радость. Девушка-баптистка, которая писала ранее, обратилась, приняла православие, за ней иные баптисты потянулись. Беседы интересные. Батюшка часами с ними беседует. Такая радость по милости Божией. А тот пастор лютует, ибо теряет деньги. Вот такие новости, Игна Тихонович. Ваши материалы бесценны. А почему это? Ну, они многим пользуются в работе с неправославными. Вот так. И они это безукоризненно играют. Никакого унижения тут нет, ничего. Мы просто знаем, что нужно говорить, как говорить. Ну, и перед Богом. Что делать вчера? Вчера Ростелеком приехал. Перед этим два дня они приехали. Везде эта температура была 4 градуса тепла внезапно. И снег с крыши даже не скидали. Он как пошел. А провод низко, прямо над крышей. И он такие кубометры снега. Она разломала их, скажем, кубометра полтора, может, больше. Ну, и порвала провод. Я сказал, мы сделаем рядом дерево растем. Теперь не через крышу, а через дерево в сторону. В сторону метра четыре. Уже никакой. Снег на деревьях, на деревьях он маленький, на провод не выпадет. Она стряхивает себя. А это кубометры так и лежат. Ну, и вот они приехали. Немножко сделал ролик, поставил. А остальное, все время-то идет. Я должен 7 раз в день подмолиться. 7 кратно в день по 100 поклонов. Время идет. Выставляют старые ролики. Я в этом направлении тружусь. Некоторые в моем мире что-то. И тут не заладилось еще и на форуме. Где там, как сказать, нажимаешь поиск общий. А она вбрасывает что-то. Ну, там нажал что-то. Они так откликнулись прям сразу же. И сказали, вот то нам снимите, перешлите. Вот Володя снял, переслали им, как выглядит экран. Ну, и вечером я хотел, чтобы Вячеслав у меня... Я ему открываю. Он тогда заходит и управляет. А тут заходит, все сделалось. То есть они днем сделали, а я не знал. И теперь снова поиск работает. У меня очень умно. Так. Как, не могу даже сказать. Это высоко профессионально сделанный мой мир. Мой мир. Сайт. Форум. И ютуб-канал. Ну, тут проще всего. Бесценный. Да, я знаю это. Вчера один писал за книги с Нидерландов. Вахтанг. Ирландия. Ирландия. Рассчитать. Скоро год будет. И он где-то был. Долго. И в среду я пришел. Я совался. Совался. Деньги получить. Надо идти. Нету ничего не вышло. То ли опять что-то не то. Ну, опять же, вот это забота. А сучки-то большие на березе спилили. Где их они? Мелочь обрубили. Вынесли его на свалку. А остальное здесь, коряги-то эти. Я их. Сучки. В избу занес. И начал тут их пилить. Распилил и на просушку положил. Кривые. В своем доме там все это как раз. А в городе ничего бы этого не сделал. Благословен Господь. Слава Иисусу Христу вовеки. Продолжение следует.